Добрый день, уважаемые слушатели, с вами Семен Кибала и вы слушаете очередной выпуск подкаста Деловая библиотека. В сегодняшнем выпуске мы с вами поговорим про электронную почту и про письма. Вы узнаете, как правильно писать деловые и неделовые письма. Я расскажу про самое удобное приложение для ведения переписки. Также я поведаю, что нельзя ни в коем случае использовать в письме и в конце концов, как почта может изменить всю вашу жизнь. Но начну я с того, что скажу, почему я использую почту и почему я рекомендую использовать почту вам вместо других способов виртуального общения. Во-первых, это обдуманное послание. Когда мы общаемся с вами в социальных сетях, люди уже привыкли к тому, чтобы быстро ожидать получить ответ. Здесь же, когда вы общаетесь с помощью почты, вам, как и раньше, когда письма писали вручную, необходимо понимать, что вы будете ждать ответ. И также ваш собеседник тоже готов ждать вашего обдуманного ответа. За это время вы можете хорошенько вложиться в то, чтобы письмо содержало только самую важную информацию, ведь не хочется отправлять неемкую информацию и затем получать такой же неэффективный ответ. Конечно же, это огромное преимущество почты. Люди готовы ждать, и поэтому у вас есть время подготовиться. Следующий огромный плюс переписки по электронной почте – это дизайн письма. В социальных сетях вы не сможете сделать форматирование. На почте это возможно. Выделить что-то жирным шрифтом, где-то написать курсивом и так далее. Третий пункт, почему я так люблю электронную почту – это отмена действий. В том случае, когда вы в социальных сетях общаетесь и вы прочитали сообщение, об этом сразу же узнает ваш собеседник и думает «Ха, как это так? Он прочел мое сообщение и не хочет отвечать. Наверное, здесь что-то не так. Наверное, он меня не уважает». В почте же все иначе. Вы можете прочесть письмо и после этого взять небольшую паузу, чтобы обдумать свой ответ. Более того, вы можете отметить его непрочитанным, что, конечно же, уже не сделаешь в iMessage или WhatsApp. Ну и, конечно же, говоря об отмене действий, здесь стоит отметить то, что отправленное письмо во многих почтовых сервисах можно отменить. И в тот момент, когда вы нажимаете кнопку «Отправить», как раз зачастую и приходят главные мысли «О боже мой, я что-то не добавил и я написал что-то лишнее». В Gmail, в Яндексе вы можете нажать кнопку «Отмена» в течение буквально нескольких секунд после отправки. Я этим активно пользуюсь и вам также рекомендую активировать эту функцию. Четвертая причина, почему я так люблю почту – это то, что почта является инструментом тайм-менеджмента. Вы можете распределить ответы и написание писем на определенные промежутки времени в течение дня или в течение недели. Более того, многие нынешние приложения, которые работают с почтой, позволяют вам откладывать ответ писем на определенное время и прислать вам напоминание. Об этом я расскажу чуть позже, что это за такие магические приложения. Теперь вы знаете, почему так важно использовать почту. Теперь непосредственно перейдем к тому, а как должно выглядеть ваше письмо, чтобы на него захотелось ответить. При написании писем я рекомендую придерживаться принципа «снизу вверх». Что это значит? Прежде всего, когда вы открываете новое письмо, вам следует прикрепить файлы, которые вы хотите отправить. Следом нужно написать само письмо и подпись. Затем, основываясь на том, что вы уже написали выделить главную тему и уже затем в последнюю очередь написать адресатор. Почему стоит так делать? Ввиду того, что зачастую мы пишем сначала адрес того человека, которому мы хотим отправить почту. И еще не дописав письмо полностью, мы нажимаем «отправить» или по ошибке можем нажать «отправить» и письмо уходит. А если у вас нет действия отмены отправки, то вам приходится писать следующее письмо с извинениями, что, конечно же, недопустимо и совершенно не нужно для деловой переписки, тем более, когда вы продаете что-то дорогое в вашем сообщении. Указывая адресатов, помните про три места, куда вы можете их написать. Первое – это кому вы хотите отправить письмо. Здесь вы пишете основного адресата. Далее в каждом почтовом сервисе вы можете увидеть еще два поля. Это копия и скрытая копия. В копии вам нужно указать того, кто еще должен прочесть ваше письмо. А в скрытой копии вы указываете тех людей, которым вы хотите показать это письмо, но чтобы другие адресаты не видели, что этот собеседник тоже получил письмо. Здесь главная ошибка при ответе. Если вы уже получили сообщение, то есть две кнопки «ответить» и «ответить всем». Когда вы нажимаете «ответить», ваш ответ получит только человек, имя которого вписано в главное поле. Если вы нажимаете «ответить всем», то ваш ответ получат все люди, которые вписаны в основное поле и в поле копия, но не получат скрытой копии, потому что если вы получили письмо, то вы не знаете, кто был в скрытой копии. Сразу же под адресатами вы видите поле «тема». это один из самых главных пунктов написания вашего письма. Уделите ему огромное внимание. Я просто терпеть не могу, когда кто-то присылает мне письмо без темы. Это просто ужасно. И так относятся руководители в любой компании, которые ведут деловую переписку. Тема письма позволяет сразу же понять, о чем будет вестись диалог. Вообще нужно ли читать это письмо. И опять же, для вас, для человека, который пишет сообщение, нужно уделить особое внимание, чтобы уже заинтересовать, как какой-то газетный заголовок получателя письма. В подписи к письму я рекомендую указывать ваше имя, фамилию, должность, компанию и, как минимум, телефон, по которому можно позвонить. Лучший рабочий и мобильный телефон. Ну а что касается лайфхака по поводу прикрепленных файлов. Главное это легкость. Поэтому, если это какая-то небольшая картиночка весом до 100 килобайт, пожалуйста, прикрепляйте. Если это какая-то большая фотография весом несколько мегабайт, то здесь уже стоит задуматься о том, чтобы выложить его на каком-нибудь облачном сервисе и затем дать ссылку на эту фотографию. И тем более это касается каких-то документов свыше 5 мегабайт. Я использую Dropbox ввиду того, что он быстрый и это его основная функция, в отличие от других. Я также пробовал использовать Google Drive и Облако Mile. Все это не стоит рядом с компанией Dropbox, которой ежемесячно я плачу 10 долларов за их шикарнейший сервис и 1 терабайт места, на котором я могу размещать все свои файлы и рабочие и личные. В данном блоке я также бы хотел упомянуть приложение, одно из моих также любимых. Оно называется Google Photo. Очень просто. Google Photo позволяет хранить все ваши файлы с мобильного телефона в безлимитном количестве в Облаке. И более того, когда у вас не хватает места на вашем девайсе, вы можете легко их удалить, потому что они уже автоматически выгрузились в Облако. И более того, там практически не потерялось качество. Сервис Google Photo также позволяет искать по метаданным. Скажем, вы можете вписать красный, зеленый или документ, дерево. И он сразу же выдаст вам фотографии, на которых присутствует тот объект или цвет, который вы употребили. И это потрясающее приложение, ввиду того, что сейчас фотографии занимают достаточно большое количество места. И уверен, что вы также сталкивались с необходимостью очистки вашей памяти. Вот поэтому Google Photo вам может помочь. А из этого приложения вы легко сможете создать ссылку, нажав кнопку «Поделиться» и вставить эту ссылку в письмо. И эта ссылка будет весить... Да, она ничего не будет весить. Это будет текст письма. Окей, с основными блоками разобрались. Ну и теперь главный – это тело письма. Помните, самое главное – это структура, которая состоит из трех пунктов, как и любая презентационная речь. Первое – это начало. Дальше – основной блок информации. И заключение. То есть повторение того, что вы только что сказали. В начале письма вам обязательно нужно поприветствовать своего собеседника. Поэтому напишите «Добрый день, Анна» и поставьте точку, либо восклицательный знак. Здесь нужно помнить о том, что в деловой сфере есть только день. Поэтому не стоит писать «Доброе утро», «Добрый вечер» или «Доброй ночи». В деловой сфере есть только день. Пишите имя и ставьте восклицательный знак. В этом месте я бы хотел уделить внимание восклицательному знаку. Помните, что его можно применить только один раз в деловой переписке. Это после приветствия. Потому что если вы начнете повторять, это сразу же эмоции. Это недопустимо в деловой переписке. И тем более где-то внутри письма смотрится это очень пошло. Если вы знаете своих контрагентов, которые вам ставят восклицательный или, что еще хуже, восклицательный и вопросительный знак вместе, вы знаете, о чем я говорю. Если вы ведете переписку в течение дня, то последующие письма после первого вам нужно начать просто с имени. Написали «Анна», и со следующей строки продолжайте отвечать на вопросы. Возможно, по первости это будет непривычно, но вы поймете, насколько это важно. Потому что человек хочет читать и видеть и слышать свое имя лучше, чем после того, как вы поприветствовали своего собеседника. В первом предложении напишите рекомендацию, от кого вы пришли, если таковая есть. После этого вам необходимо в одном-двух предложениях описать суть письма и о чем вы дальше будете говорить. Не оттягивайте это, не делайте долгого предисловия. Помните, что большинство занятых руководителей читает только тему. Затем первое предложение, и если оно не заинтересовало, сразу же в спам, сразу же в прочитанный, и вы никогда не получите ответ. А не отвеченное, а отправленное просто письмо не является результатом. Помните это и рассказывайте своим сотрудникам. Указали суть, и дальше можете рассказывать более подробно. Здесь я рекомендую использовать, во-первых, форматирование, это выделение жирным самых главных пунктов, дальше выделение тех самых пунктов и абзацев, лучше всего номеровать, либо начиная с тире, так, чтобы письмо было структурным, а не один огромный блок какой-то непонятной каши. После того, как вы четко и хорошо, емко изложили вашу информацию, вы можете переходить к последней части, это заключение. В нем вам следует еще раз написать то, ради чего вы писали это письмо, и задать вопросы, если таковые имеются. То есть подтолкнуть к следующему действию, подтолкнуть к быстрому ответу. И следом за вопросами сразу же пожелать хорошего дня, либо сделать какой-нибудь комплимент. Ну и следом идет та самая подпись, которую мы с вами обсуждали. Еще одна интересная история, как раз про подпись, раз уж мы к ней вернулись. Я использую такую хитрость, в своей подписи я указываю владелец компании Unifashion, перечисляю свои проекты, и вместо того, чтобы указать автор блога «Охотник за идеями», я просто ставлю запятую и пишу «блогер», и это слово является ссылкой на мой сайт. И тем самым я пробуждаю любопытство у людей, а что это за блогеры. Мне несколько моих партнеров говорили о том, что «Семен, вот вы знаете, мы не знали, чем вы занимаетесь, но благодаря тому, что я вот увидела это словечко «блогер», решила, значит, зайти к вам на сайт. И увидела «Ого-гошеньки, ничего себе, чем вы занимаетесь, помимо толстовок». А я и не думала. Итак, вот мои партнеры, издательство «Ман Иванов Фербер», которые присылают книги на рецензию, пишут в своей подписи книгу, которую они сейчас читают. И ты невольно смотришь на это, и хочется кликнуть на эту ссылку, чтобы посмотреть, а что это там за книга. Письма – это, конечно, шикарнейший инструмент. Как этим инструментом пользоваться? То самое универсальное приложение, которое, когда я для себя открыл, я подумал, боже мой, спасибо большое, что ты есть. Спасибо большой компании Google за то, что вы когда-то сделали то самое новое приложение Inbox. Изначально, когда я увидел рекламу о том, что вот это новый сервис, который изменит ваше представление почты, я подумал, ну, у меня есть Gmail, и этого достаточно, оно и так классное. Но когда скачиваешь приложение под названием Inbox, что переводится просто «входящие», сразу все меняется. Это приложение, во-первых, оно группирует письма по темам. Если вы купили авиабилет, либо забронировали гостиницу, это сразу же окажется в нужной папочке. Но самое интересное, это как вы разгребаете ту кучу писем, которая сваливается на ваш ящик. Вы можете просто смахнуть вправо, и это значит, что это письмо переходит в папочку «выполненные». Вам не нужно его даже открывать, вы можете просто смахнуть, и это удобно, это просто, когда ты понимаешь, что внутри. Это к слову о том, что тема письма должна быть очень легкой. Я очень часто люблю смахивать вправо. Если вы смахиваете письмо влево, то вы получаете табличку, на которой выбираете, когда вам напомнить об этом письме. И, скажем, вы написали сообщение, и вместо того, чтобы где-то записывать в бесконечных блокнотах, или трейлор, или в заметках, что нужно посмотреть через два дня, велик риск не вспомнить, ввиду количества сообщений. Поэтому вы просто назначаете, что это письмо должно всплыть в середине недели, через выходные, в понедельник, или даже через два месяца, если вам клиент сказал по телефону, «Вы знаете, давайте свяжемся через два месяца». Ну, как вы можете вспомнить? Инбокс вам позволит это сделать. И вот это приложение стало для меня настоящей спасительной палочкой в моем мире тайм-менеджмента. И сейчас вся моя работа строится вокруг этого самого инбокса, как бы это громко не было сказано. Очень рекомендую, попробуйте. Этот синий значочек может увеличить вашу эффективность просто в разы. Только что я рассказал, как вам нужно писать письмо, его структуру, как использовать, как начинать, про тему и основные блоки. Вы уже знаете достаточно много. Осталось поговорить о не менее главной вещи – это краткость. Здесь хотелось бы упомянуть книгу «Короче», которую написал Джозеф Маккормак, издательство уже упомянутого «Man of No Ferber». Книга очень добротная, классная, и не только про почту, а в принципе про отношение к жизни. О том, что чем меньше слов, тем больше смысла. Сейчас я бы хотел процитировать несколько интересных заметок, которые я сделал после прочтения книги. Первое. Основная цель заключается в том, чтобы руководители могли прочесть письмо максимум за 30 секунд и определить, есть ли в нем что-то полезное. Очень четко и по теме. Еще одна интересная мысль. Когда вы пишете письмо, вам нужно обеспечить мгновенное понимание. Люди будут вам благодарны, когда для восприятия сути информации от них потребуется меньше времени и меньше энергии. Также я себе выписал фразу американского комика из этой книги Джорджа Бернса. Он очень круто написал. «Секрет хорошей проповеди в хорошем начале и хорошем конце, и в том, чтобы оба они были как можно ближе друг к другу». Мне кажется, очень круто, лаконично и прямо вот в точку. Почта вам дает возможность писать большие письма. Напишите их ровно таким объемом, каким действительно требуется. Думайте о каждом слове. В этом месте хочется вспомнить мою переписку с моим нынешним партнером по компании Unifashion. И вот Света как раз, когда мы с ней только начинали работу, она мне писала настолько продуманные, емкие и эффективные сообщения, что я не мог не спросить, но почему, как так, где ты научилась, почему все так не делают. На что она мне ответила, что когда написала дипломную работу, ее дипломный руководитель сказал, Светлана, вот вы уверены в том, что каждое слово, которое вы написали на ваших ста листах работы, вот оно действительно важно и его стоит оставить. И тогда она переработала, оставив только самое важное. Так вот, с тех пор у меня всегда эта фраза всплывает в голове, а действительно вот все слова, которые я написал в письме, они важны. И зачастую я убираю свое письмо на 30%, а то и больше. Это связано еще и, помните, в одном из первых подкастов, в котором я рассказывал про публичные выступления, про то, что чем короче выступление, тем дольше подготовка. И здесь также вы написали письмо, еще раз перечитывайте и понимаете, что, боже мой, зачем мне столько вводных слов, слов-паразитов. И вообще вот этот абзац, он, можно его заключить всего лишь в два слова. Это не нужно. Стремитесь к лаконичности, будьте короче. Позвольте вашему адресату легко понять ваш месседж. Сейчас в нашем мире столько информации валится отовсюду, эти бесконечные уведомления, социальные сети, месседжеры, почта, телефонные звонки, личные встречи, что мы страдаем от этого переизбытка информации. И если вы поможете вашему собеседнику избавиться от этого стресса, он вам скажет огромное спасибо. А так, это сравнимо с тем, что вы пьете воду из пожарного крана. Вы все равно не сможете столько принять. В заключении этого выпуска я бы хотел сказать про еще одну немаловажную тему. Это шутки. А стоит ли шутить в письме? На мой взгляд, шутки в деловой переписке это высший пилотаж. Если вы можете по тексту сообщения почувствовать своего собеседника, вот это действительно уровень. Как это понять? Если вам человек отвечает со смайликом, то здесь у вас уже открывается перспектива того, чтобы попробовать немного пошутить, либо поставить смайлик в нужный момент, опять же, показав свою эмоцию ему в ответ. Глобально я не рекомендую шутить. Вот один из тех примеров, которые действительно мне понравились, и мне в принципе нравится шутить в письмах, потому что это позволяет добиваться больших результатов, но здесь такая филигранная работа. Не так давно мы предоставляли в аренду оборудование SilentEv наушники для бесшумной конференции на одной из московских выставок. Так вот, заказчик заказал 50 наушников, оплатил определенную стоимость, а буквально за день до того, как мы отправляли на площадку наушники, он написал, вы знаете, а давайте вы дадите нам еще 20 наушников, на всякий случай. Представьте, 50 наушников оплачено и еще 20, то есть практически еще половина. Просто так. И в этот момент я не выдержал, я уже понимал настроение, что передо мной адекватный человек, который приятно общается. Я скачал фотографию мем Баромира, где он смыкает пальцы в значок ОК и написал, «Нельзя вот так просто взять и попросить еще 20 наушников». И это вызвало фурор. Наши отношения пошли сильно в гору после вот этой обычной шутки. То есть мне сразу же пришло письмо с огромным количеством смайликов и описанием того, как весь офис смеется. Вот это было точное попадание в нужный момент. И, соответственно, благодаря этому я смог в свой метод с следующим сообщением встроить цену на эти дополнительные 20 наушников и продал их ровно по нужной цене, которую я планировал. Ну и еще раз для закрепления. В структуре тела письма обязательно уделять внимание началу, основной части, заключению. Не забывайте про подпись, указывайте получателя, ставьте в копию. Если кого-то поставили в копию, обязательно нажимайте «Ответить всем». И прикрепляйте файлы по возможности через облачные сервисы. Спасибо большое, что дослушали этот подкаст до конца. Уверен, что вы получили много интересной и полезной информации. Если у вас есть что сказать или есть какой-то комментарий, то с удовольствием получу от вас сообщение на почту e-mail простой hello-simonkebala.com Все сказанные материалы и конспект будут в рассылке к этому подкасту. Поэтому заходите на dbcast.ru и подписывайтесь на рассылку для того, чтобы сохранить себе самые главные мысли и всегда быть в теме последних подкастов. С вами был Семен Кибала, деловая библиотека. Услышимся через две недели. Пока!